В преддверии 9 мая поздравляют не только ветеранов Великой Отечественной войны. Слова благодарности и подарки от мэра города вручают и семьям военнослужащих, тем, кто сейчас стоит на защите интересов России и мирного населения. Вот это наша Локси, которую ему подарили на день рождения почти перед отъездом. Она была очень маленькая, маленькая. Мужчина попросил родителей позаботиться о своем питомце. Я приехала к нему. Приехала и смотрю, сидит маленький котенок. Я говорю, господи, а это что такое? Он говорит, это подарок мне на день рождения. Я говорю, как это так? Ну вот, подарок, мам, ты его заберешь себе? Я говорю, ладно, заберу, куда сдеваться. А он тогда уже знал, что он поедет. Но ничего не говорит. А не говорю, чтобы их не беспокоить, признаются родные бойца. По их словам, их сын достаточно скрытный. Так он входит в Лигу добрых дел. Они помогают тем, кто нуждается в помощи и людям, и животным. В зону проведения специальной военной операции он попал в ходе частичной мобилизации. 26 октября 2022 года. С тех пор о кошке временно заботится его семья. Назвать кошку Локси решил сам военнослужащий. Сейчас питомец достаточно взрослый. И летом текущего года ему исполнится два года. Локси ждет возвращения своего хозяина, родителей сына. Его семья очень гордится им. Считает его настоящим героем. Мужчина получил напутствующие слова от своего отца. Ну, что я ему могу, говорю, держись сыну. Это не падает духом. С ребятами это, чтобы хорошо отношения были. Все держали, чтобы вместе, трудно. И быстрее домой вернулся. Раз он пошел, он знает, что это надо, что это нужно для отечества. В преддверии 9 мая стройки наполучили подарок от мэра Челнов. Всего только в центральном районе проживают 536 семей военнослужащих. 536 семей получат от мэра города подарки, продуктовые наборы, хорошие продуктовые наборы. И я думаю, это поддержка все равно для семьи. Все-таки мы обещали поддерживать наших ребят, обещали поддерживать семьи, которые здесь остались. Такие же продуктовые наборы будут вручены и семьям военнослужащих, которые проживают в Комсомольском и Автозаводском районах. Планируется, что подарки они получат до 9 мая. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости, Набершные Челны.